Накануне летних каникул, конечно, хотелось бы дать несколько советов родителям, которые имеют несовершеннолетних детей. Потому что, по статистике, большая часть происшествий и административных правонарушений с участием детей совершаются, случаются именно в период летних каникул, потому что у детей очень много свободного времени, родители чаще всего на работе, то есть недостаточный конкурс. Поэтому с 1 мая по 1 октября по традиции на территории нашего района проводится республиканская международная акция заботы с участием МЧС, прокуратуры, сотрудников РОВД, врача-нарколога, врача-педиатра, цель которой, естественно, предупредить все возможные правонарушения и чрезвычайные происшествия с участием наших детей. Мы посещаем учреждения образования и перед старшеклассниками проводим лекции, где рассказываем им об уголовной административной ответственности, рассказываем о том, как избежать чрезвычайных происшествий. Сотрудники МЧС рассказывают правила поведения на воде, при пожарах. Сотрудники ГАИ рассказывают правила поведения на дорогах, разъясняют основные правила дорожного движения. Хотелось бы, чтобы и родители не оставали в стороне от этой деятельности. В период летних каникул в каждом учреждении образования будет организована работа детского оздоровительного лагеря. Для детей, которые старше 14 лет, кроме того, будет организована работа в трудовых лагерях, где дети смогут потрудиться и заработать деньги на формальные расходы. В США будет организован спортивный лагерь, где дети смогут оздоровиться и поучаствовать в спортивных соревнованиях. Кроме того, у нас будет организована три смены лагеря юность, которые находятся вблизи деревни Солсты. Самый главный совет, который хотелось бы дать родителям, это не оставлять детей одних. Очень много чрезвычайных происшествий случается тогда, когда дети остаются один на один с собой. Когда ваши дети идут гулять на улицу, наблюдайте за ними, ходите вместе с ними. В летний период старайтесь отправить детей на каникулы к бабушке, либо в те же лагеря, которые организованы в достаточном количестве. И вообще происшествия с участием детей случаются именно с теми подростками, доступ которых не организован. Поэтому я прошу всех родителей все-таки спланировать свой летний отдых таким образом, чтобы побыть самими со своими детьми и проконтролировать их поведение, времяпрепровождение. Основной проблемный момент, конечно, в период летних каникул, это нахождение наших детей в ночное время на улице. Ночным временем считается время от 23 до 6 часов. Каждый родитель, который имеет ребенка до 16 лет, обязан сопровождать своего ребенка в ночное время. Иначе ему грозит административная ответственность в виде предупреждения, либо штрафа до двух базовых величин. Уже до наступления летних каникул у нас порядка 12 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей и сопровождение детей в ночное время. Хочется обратить внимание родителей еще на безопасность наших подростков в интернете. Потому что интернет таит в себе не только море информации, музыки, фильмов, но и разнообразной опасности. В интернете сейчас очень развита социальная сеть. Не всегда та информация, которую читают наши дети, которая подается им со страниц интернета, является достоверной и безопасной. Очень часто наших подростков втягивают в разнообразные деструктивные группы. А самый главный совет, который мне хотелось бы дать, это, конечно же, контроль. И только контроль. Вы должны знать, с кем общается в ошибенных социальных сетях, кто у него в друзьях, что он спишет, какие видео он туда выкладывает, в каких группах состоит. Инспекция председательных совершеннолетних занимается организацией проведения индивидуальной психологической работы с подростками, которые совершили административные правонарушения, совершили преступления, либо занимаются бродягами. Для того, чтобы уберечь наших детей от неприятностей, в первую очередь, конечно, мы им доводим информацию о том, какие правонарушения и преступления совершили подростки в нашем районе, в нашей области. Приводим им конкретные примеры. С 1 января до 22 мая выявлено порядка 10 подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, все эти подростки составлены на учет подростковому врачу-нархолубу, и с ними будет организована профилактическая работа. Инспекцией председательных совершеннолетних в Чешинской РУД организовано проведение профилактической работы с 14 подростками. Основные правонарушения, которые совершаются нашими подростками, являются распитие спиртных напитков, мелкие хулиганства, мелкие хищения, и с преступлением наиболее характерной кражи. Благодаря организованной и слаженной работе всем организациям, службам, педагогам, учреждениям здравоохранения, Благодаря всем тем беседам, которые проводятся в школах, всем профилактическим мероприятиям, которые организуются и РУД, и МЧС, и ВРСМ, замечена тенденция к снижению числа подростков, которые совершают правонарушения, совершают преступления. Спасибо.